Помните анекдот? Мужик пошел в магазин, купил дорогую, как сказали, качественную, хваленую соковыжималку. Яблоки выжило, апельсины выжило, а на березе сломалось. Вот чтобы не было подобного, как в этом анекдоте, я собираю березовый сок тем способом, как его собирают всегда, не ломая при этом соковыжималку. Сегодня птички поют в лесу, пивают куропатки мимо, пролетают. Хотя в интернете многие говорят о разных способах добычи, собирания березового сока, я хочу рассказать о самых простых, без использования механических электроинструментов, аккумуляторных инструментов. Для того, чтобы собрать березовый сок, я чаще всего использую какую-нибудь трубку или уголок, а в данном случае это обычная спица от старого зонтика. Я просто вбил березу, сделал тут немного надрезы, ну и по ней бежит сок березовый. Но потом я это замажу. Есть способ, когда нету ничего вообще, только один нож. То есть можно обычным ножом сделать такой надрез, сделать язычок, маленечко его сюда, загнуть сюда, в эту сторону. И по нему сделать тут дырочку, да, и по нему будет бежать березовый сок. Это часто обычная в детстве, это самый популярный фото, которыми это было сок. Вот этот. Также можно бутылки привязывать, но банки у них больше горлышка, естественно, большая вероятность, что при ветре попадет. Но минус в том, что могут быть муравьи, поэтому от муравьев надо будет просеивать. Брать, может быть, марлю, через марлю березовый сок, да, переливать. Ну, естественно, конечно, лучше закрепить, потому что ветер может сместить банку или бутылку. И тогда придем, да, уже у нас нет березового сока. Поэтому лучше закрепить надежно заранее. Я помню, что в детстве мы-то просто собирали березовый сок, чтобы попить. Некоторые у нас в деревне, они собирали в большом количестве и ставили на березовом соке брагу. Делали потом самогон из березового сока. Это полезный напиток, я имею в виду про березовый сок, который можно добыть только раз в год. Так что пейте березовый сок, собирайте. Это очень вкусный и полезный напиток. Продолжение следует... Продолжение следует...